Продолжение следует... Экстерьер новинки можно характеризовать всего двумя словами – изысканность и стиль. Также необходимо заметить, что новинка имеет множество отличий от предыдущих моделей, но все же имеет немного узнаваемой стилистики, которая позволит нам понять, что это авто азиатского происхождения. Большинство критиков утверждает, что внешний облик Hyundai Tucson имеет много общего с дизайном модели Santa Fe. Новый Tucson не сильно изменился в размерах. Длину машина стала достигать 4500 мм. Прирост составил 65 мм. Ширина стала равняться 1850 мм. Добавил 30 мм. Высота новинки соответствует 1650 мм. Уменьшилась на 20 мм. Хочется сказать, что внутреннее убранство полностью соответствует самым высоким стандартам в плане комфорта, объема свободного пространства и эргономичности. Максимум внимания заслуживает сидение переднего ряда, оснащенное массой регулировок и функцией подогрева. Пассажиры заднего ряда также получат удобные и приятные сидения. В общем, внутри нового авто так комфортно, что иногда кажется, что на заднем диване свободно могут разместиться 4 человека. На лицевой панели красиво расположился приборный цифровой щит, а также большой экран, который является отличным дополнением к множеству других фишек салона нового Tuxon. Емкость багажного отделения значительно расширилась с 515 литров до внушительных 1500 литров. По предварительной информации, список моторов, предназначенных для Tuxon 2017, будет состоять сразу из нескольких вариантов. Для начала хочется представить бензиновые версии, которые отличаются мощностью от 116 до 185 лошадей, в зависимости от комплектации. По поводу дизельных версий, можно сказать, что им соответственны аналогичные бензиновым характеристики. Разумеется, необходимо сказать и о коробке. Более того, производитель предложит несколько вариантов. Например, новая модель может комплектоваться механической 6-ступенчатой или автоматической 7-диапазонной коробкой передач. В итоге, можно смело заявить, что новинка полностью соответствует массе общепризнанных европейских стандартов экологичности, а также безопасности. Старт массовых продаж автомобиля начался уже с начала этого года, а клиенты России смогут обзавестись новинкой только в конце этого года. Предположительно, на рынках России это авто попадет как с дизельным, так и с бензиновым мотором. Также существует информация, что производитель Южной Кореи решил собирать эту модель в Санкт-Петербурге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова